МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в сквере Саши Филиппова состоялся фестиваль «Слава русскому солдату-освободителю». Стены памяти появились на волгоградских предприятиях, а на сцене музыкального театра премьера – драматический спектакль «Два бойца». Сегодня в Волгограде открылся областной центр поддержки участников СВО и их близких. Условия, созданные на площадке, которая будет координировать действия всех служб для помощи нашим бойцам и их родственникам, проинспектировал Андрей Бочаров. Вместе с губернатором на площадке побывали председатель областного совета ветеранов и областной думы Александр Бложкин и глава Волгограда Владимир Марченко. В двухэтажном здании на улице Тарощанцев в Краснооктябрьском районе предусмотрено разделение на функциональные зоны. Администраторы-консультанты проводят первичный опрос. Есть цифровой сервер для записи к специалистам. Здесь будут работать представители Центра занятости населения, Социального фонда, Центра социальной защиты населения, МСЭ, потому что вопросы, с которыми обращаются граждане, могут быть самые разные. В том числе здесь у нас есть служба по подбору средств технической реабилитации гражданину. Здесь также оборудованы контакт-центр для оперативной обработки поступающих по номеру горячей линии звонков, детская игровая, комнаты психологической разгрузки, группы адресного сопровождения. Сотрудники Центра будут оказывать комплексное содействие в поиске работы, получении дополнительного образования, психологической, юридической помощи. К решению каждого вопроса будут подходить индивидуально. Во всех районах области за каждой семьей закреплен куратор, который должен знать потребности своих подопечных, помогать им в решении возможных вопросов. Андрей Бочаров пообщался со специалистами, отметив, что следующим шагом станет создание в течение трех лет большого многопрофильного центра, в котором будет предусмотрена не только психологическая, социальная реабилитация, но и медицинская. Такого здесь у нас никогда не было в культуре, в таком объеме, о чем мы сегодня с вами говорим дальше. Но это мы должны с вами создать. И времени у нас с вами для этого совсем немного. Для себя мы должны поставить это в течение ближайших трех лет. Но приступить к проектированию мы должны в этом году. Волгоградская область с первых дней подключилась к поддержке участников СВО и их семей. Синхронизированные с федеральными региональные меры, разработанные с учетом мнения близких и родных защитников, общественности доказали свою востребованность и эффективность. Все больше жителей региона присоединяются к акции «Стена памяти». Это один из новых форматов «Бессмертного полка». Стенды с фотографиями участников Великой Отечественной войны устанавливают в учреждениях культуры и образования промышленных предприятиях Волгоградской области. Памятная экспозиция появилась и на проходной завода «Волгограднефтемаш». Сотрудники предприятия оформили стенд с фотографиями своих родственников, тех, кто в 40-е годы защищал родину на полях сражений, а затем восстанавливал ее из руин. Многие из них положили начало трудовым династиям на Волгограднефтемаши. Портрет дедушки моей супруги Елены, Куткин Алексей Яковлевич, который в 16 лет фактически добровольцем ушел на фронт. Как и мы, внуки, так и сын Алексея Яковлевича тоже работал на данном предприятии. Чем мы абсолютно и гордимся, что вся семья, начиная от ветерана Великой Отечественной войны, продолжает трудиться на нашем Волгограднефтемаши. Акция «Бессмертный полк» прошла на предприятии и в традиционном формате. В память о защитниках Родины дети, внуки и правнуки поколения победителей прошли маршем и пронесли транспаранты с портретами своих родственников-героев. Участие в акции «Бессмертный полк» приняли и коллективы десятков учреждений культуры Волгограда и области. Артисты НЕТА присоединились к проектам «Живая книга Волгоградской области. Истина памяти». Артисты сняли видеоролик, рассказав о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. У нас большой коллектив, 185 человек, работает в Новом косметальном театре. И все откликнулись на эту идею, чтобы сделать книгу. После записи видеоролика портреты героев разместили на стене памяти в фойе театра. В каждой семье у нас есть свои герои, есть свои деды и прадеды, которые воевали. И, естественно, есть такие герои у нас в нашей семье, в нашем театре. И вот здесь представлены наши деды и прадеды. Для нас они все герои, совершившие большой или маленький подвиг, это не важно. Волгоградцы могут присоединиться к проекту «Живая книга памяти» Волгоградской области, увековечив имя своего родственника в истории региона. Достаточно снять короткое видео и опубликовать на личной странице в соцсети ВКонтакте. Или загрузить в альбом «Победы» с 5 по 31 мая с хэштегами «Бессмертный полк Сталинград» и «Живая книга памяти». Или прикрепить видео в облако, отправив ссылку на почту volkpatriotsobakamail.ru. Все сюжеты планируют объединить и передать в музей-панораму «Сталинградская битва». Баннер, посвященный Герою Советского Союза, летчику Ивану Базарову, появился в Волгограде на торце дома номер 60 по улице Рокоссовского, благодаря инициативе активных горожан и общественников. Церемония открытия состоялась в присутствии родных Ивана Федоровича и многих неравнодушных к истории страны жителей нашего города героя. Подробности у Сергея Чеплыгина. Герои живы, пока о них помнят благодарные потомки. Одному из героев Великой Отечественной посвятили баннер на торце дома номер 60 по улице Рокоссовского. Героев нужно знать в лицо. В преддверии 9 мая это особенно значимо. Все хотят, чтобы вспомнили каждого героя семьи. В данном случае Базарова Ивана Федоровича, почему? Потому что он не на слуху, а ведь этот летчик достаточно ярко проявил себя, заявил о себе, и у него такие медали и орден, о котором должны люди знать. Подрастающее поколение в том числе. Иван Федорович Базаров родился 31 декабря 1916 года в селе Соломатино Камышинского района. Работал на заводе «Титан баррикады». В 40-м году окончил Сталинградское военное авиационное училище. С первых дней Великой Отечественной сражался на Южном, а затем Степном фронтах. Приближал победу на именном самолете «Саратовский Волгарь». К августа 1943 года командир эскадрильи 247-го истребительного авиаполка капитан Иван Базаров совершил 342 успешных боевых вылеток. В воздушных боях 9 вражеских самолетов сбил лично, еще 7 в составе группы. В указе Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года звучит формулировка «За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм». «Вот это он после, когда закончил это училище, это летное, а вот он здесь как командир эскадрильи стоит. Уже звание капитана у него, а это все его сослуживцы. И когда ездили наши родители, ну как братья его, сестры, ездили в Днепропетровск, памятник такой во весь рост установили, и вот их туда вызвали. И приезжали даже туда участники этого полка, которых он обучал, а они уже сейчас все генералы». До дня Великой Победы, которой Иван Федорович приближал всеми силами, он, к сожалению, не дожил. 22 ноября 1943 года четыре истребителя под его командованием вступили в неравный бой с 12 истребителями противника. В первой атаке капитан Базаров сбил один самолет и поджег второй, но он не успел уйти от атаки четырех немецких истребителей. Самолет упал около села Грузское Украинской ССР. В память о подвигах отважного летчика село переименовано в Базарова. Там же установлен обелиск Ивану Федоровичу. В его честь названы улицы в Волгограде и Камышине. На здании ДОСААФ на памятной доске с именами летчиков-воспитанников Сталинградского аэроклуба, удостоенных звания Героя Советского Союза, первым значится Иван Федорович Базаров. Сергей Чеплыгин, Виктор Хиврин. Время новостей. Сегодня в Волгограде ключи от 19 российских автомобилей с ручным управлением получили участники СВО боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике. Транспорт передали в рамках работы открывшегося сегодня областного центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. С защитниками Родины пообщался губернатор Андрей Бочаров. На площади УБК-31 новые «Лада Гранта» с ручным управлением передали защитникам Родины. Средства на закупку машин для волгоградцев, получивших тяжелые травмы и ранения в ходе военных действий, выделили из областного бюджета в рамках подпрограммы формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Мы рассчитываем на то, что для вас это будет хорошее подспорье, для ваших семей будет хорошее подспорье. Мы со своей стороны понимали, что это решение нужно принимать. Его нужно принимать. И сделать это не разовыми акциями, мероприятиями, а сделать это на постоянной основе, чтобы это было заложено в бюджете Волгоградской области. Это очень важно. И мне кажется, слушайте, ну это, знаете, и по жизни, и по совести правильно. И по закону. После вручения ключей от нового транспорта и оформления документов, волгоградцы присоединились к акции «Бессмертный полк» в новом формате. Они разместили на стеклах и дверях машин портреты своих дедов и прадедов. Закупка спецмашин – часть мер поддержки участников боевых действий, расширенных согласно задачам, поставленным губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В регионе действуют механизмы поддержки по 30 направлениям. Ключевым решением стало начало работ по созданию на территории региона Центра поддержки семей участников боевых действий, в том числе участников СВО и детей с ограниченными возможностями здоровья. Им будут оказывать комплексную помощь в решении различных вопросов медицинской, социальной реабилитации, оздоровления в рамках санаторно-курортного лечения. В Ворошиловском районе в сквере Саши Филиппова сегодня прошел фестиваль «Слава русскому солдату-победителю». Праздничный концерт с песнями военных лет, стихи и хореографические номера подготовили школьники, кадеты, юно-армейцы, а также представители учреждений культуры города-героя. На фестивале работала полевая кухня, каждый желающий мог отведать солдатской каши. Такое мероприятие в Ворошиловском районе традиционно проводят перед 9 мая. Вспомнить вехи героической истории нашего города и всей страны пришли десятки волгоградцев. Со сцены звучат знакомые всем композиции, пробирающие до глубины души. Конечно же прослеживается связь поколений, потому что все, что мы делаем, мы делаем именно для наших следующих поколений. И работаем совместно с ветеранами, чтобы привить ту беззаветную любовь к родине, которую прививали нашим дедам и прадедам. В нынешнее время очень важно, очень интересно. Ну и конечно же хочется всех поздравить с наступающим нашим святым праздником, с Днем Победы. Помимо концертной программы на фестивале представлено более 10 тематических площадок. Каждый желающий мог посмотреть на современное оружие, технику времен Великой Отечественной. Молодежь смогла пообщаться с ветеранами и с действующими военнослужащими. На фестивале представлен и автомобиль с музыкальной установкой. В День Победы он отправится поздравлять ветеранов и всех волгоградцев по улицам города-героя. Из года в год они доказывают, что достойны носить высокое звание наследников в поколение победителей. Сегодня на главной высоте России, Мамаевом кургане, 2000 юных кадетов приняли участие в патриотической акции «В каждом сердце живет победа». Будущие защитники Отечества почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы. Анна Корохова с подробностями. Главная высота России, площадь героев, кадеты волгоградских школ выстроились стройными рядами. Торжественное открытие, приветственные слова и минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной. Для юных кадетов находиться здесь особая честь. В каждом из этих юных сердец живет великая победа наших предков. Мы не должны ни в коем случае забывать наши традиции, потому что, как говорил Ломоносов, народ не значит своего прошлого, не может иметь своего будущего. Для меня это очень важно, поскольку в первую очередь это память, память о дедах и прадедах, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Среди участников патриотической акции лучшие из лучших, победители различных военно-патриотических и спортивных соревнований, обладатели знаков отличия. Многие в будущем мечтают встать на защиту Родины. Те, кому не безразлична судьба нашей страны, действительно, они очень готовились к этому мероприятию, задаются будущим своей страны, хотят быть сопричастными к судьбе своей страны. Ну и, конечно же, мы поздравляем сегодня всех с наступающим праздником, с Днем Победы. Надеемся на то, что именно эти ребята станут нашей гордостью, гордостью земли Волгоградской. Сегодня в школах Волгограда действуют кадетские классы по девяти направлениям. Следственная, военно-морская, авиатехническая, ФСИН, пограничная служба, казачья, общая войсковая, МВД и МЧС. Сегодня в этой акции принимало кадетов от МЧС порядка 500 человек. Такая акция дает патриотизм, воспитание молодого поколения и в основном не забывать то, что сделали наши деды и прадеды для нашей страны, для нашего города. Всего участие в акции приняли около двух тысяч юных патриотов, будущих защитников Отечества. В них есть честь и достоинство. Само мероприятие и сама акция, она называется «В каждом сердце живет победа». И ребята своими делами, своим отношением, своим патриотизмом доказывают, что они истинные волгоградцы, истинные патриоты нашего Отечества. И, конечно, в них течет кровь наших победителей. В завершение участники акции возложили алые гвоздики к вечному огню в пантеоне славы и в память о героях, защитивших мирное небо ценой собственных жизней. Анна Корохова, Виктор Хиврин. Время новостей. В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре состоялся концерт артистов театра и учащихся 6-го лицея имени 10-й дивизии НКВД. Со сцены прозвучали песни военных лет, стихи о страшных событиях прошлого столетия, отрывки из спектаклей. Какие чувства рождаются в душах юноши и девушек после того, как они услышат эти стихи, мелодии, узнала Дарья Коломыченко. Лицеисты вместе с профессионалами на театральной сцене впервые готовились долго и тщательно продумывали каждый номер концерта. Журавли, Катюша, казаки в Берлине. Дети не только знают наизусть эти песни, они стараются вложить в эти композиции свою душу и передать настроение зрителю. Помнить события Великой Отечественной и чтить славные традиции и подвиги нашего народа помогают песни, стихи и творчество. В душе я испытываю в первую очередь гордость, потому что я понимаю, мы чтим память предков. В первую очередь мы, как говорят, ничто не забыто, никто не забыт. Мы вспоминаем события тех трагичных лет и для нас это очень важно, так как мы живем на земле Сталинградца. В зрительном зале учащиеся 6-го лице, кадеты 14-й и 53-й школ, сотрудники и ветераны органов внутренних дел, педагоги и родители. Все дела отложили, пришли сюда, отпросились с работы, взращивая патриотизм и любовь к родине. В программе мероприятия отрывки из спектаклей Казачьего театра «Парень из нашего города», «Артисты Сталинграда. Все для фронта, все для победы. Эшелон». В рамках мероприятия в Казачьем театре открыли стену памяти «Бессмертный полк». На ней портреты воинов-победителей, родственников работников театра. Кадетам 6-го лицея Ворошиловского района представилась возможность первыми изучить героические истории солдат и офицеров. Наша семья принимает участие в «Бессмертном полку» даже сегодня, в новом формате. Я считаю, что это, конечно же, обязательная часть – чтить предков, помнить историю и никогда не забывать ее, особенно в сегодняшнее время. Вместе с открытием нашей стены памяти мы открываем выставку детского рисунка. Волгоградская областная детская художественная галерея представила нам такую возможность. И в нашем зале сегодня прекрасные работы детей, художников, посвященные, конечно же, Дню Победы. В прошлом году лицей номер 6 получил имя 10-й Сталинградской ордена Ленина дивизии войск НКВД. Учащиеся принимают активное участие в различных патриотических мероприятиях. Исполнить гимн лицея – почетная возможность вспомнить тех, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. Воля непреклонная нас на бой ведет, в битвах закаленная десятая вперед! Все композиции в исполнении взрослых артистов и детей тронули сердца зрителей. Главное, что мы продолжаем помнить и хранить правдивую историю героического прошлого нашей страны. Ваша задача – передать вам историческую правду, а ваша задача будет передать это своим детям, чтобы те передали своим. Вот так сохраняется история. Не только в учебниках, не только в каких-то серьезных научных трудах, а через песни, через танцы, через знания истории своего города, истории улиц нашего города. Дарья Коломыченко, Дарья Денисова, Дмитрий Макаров. Время новостей. Гимн миру, жизни, любви и дружби. Коллектив Волгоградского музыкального театра подготовил первую весеннюю премьеру музыкально-драматическую фантазию «Два бойца». Спектакль создан по мотивам повести Льва Славина «Мои земляки» и одноименного кинофильма, который рассказывает о нерушимой фронтовой дружбе двух советских бойцов в годы Великой Отечественной. Авторы постановки – композитор Марк Самойлов и поэт Вячеслав Вербин. Репортаж Инны Емельяновой. Весна 42-го года. Ленинградский фронт. Несмотря на преобладающие силы гитлеровцев, наши воины верят в победу и знают ценность настоящей дружбы. Вот скажи, мне нужно, чтобы ты полез в Альбом. И я полезу. Так и я полезу. А ты мне скажи, ляг, Санька, грудью на пулемет, чтобы я дожил до победы. Ну и я яду. А почему? Почему? Потому что друзья. Добродушный, неторопливый, основательный богатырь Саша Суралмаша и неунывающий шутник и балагур одессит Аркадий Дзюбин. Двух бойцов-пулеметчиков, столь непохожих и внешне, и по своему темпераменту, свело общее дело – защита Родины. Их отношения построены на взаимовыручке, взаимопомощи и готовности отдать друг за друга самое дорогое – жизнь. Очень важно, что премьера состоится накануне нашего Великого Дня Победы. И эта история, рассказанная нашим театром, мне кажется, должна послужить премьером для подрастающего поколения. В основе сценария сразу два произведения. Повесть «Мои земляки» Льва Славина и кинофильм «Два бойца» с легендарным Марком Бернесом. При этом авторы Марк Самойлов и Вячеслав Вербин старались не копировать известный сюжет, а создать самостоятельную постановку. Рассказ о нерушимой фронтовой дружбе двух бойцов в годы Великой Отечественной авторы дополнили новыми сюжетными линиями и персонажами – артистами фронтовой бригады «Ленинградская оперетта» и студенткой Сашенькой. Для меня, как для актрисы, эта роль очень интересна, она драматическая и было очень интересно работать над своим образом в этом спектакле. Я играю роль мамы главной героини. У нас актерская семья, мы артисты опереты и являемся фронтовой бригадой. Ездим по фронтам и даем разные концерты. В годы войны артисты поддерживали дух бойцов. Музыка и песня стали грозным оружием, не позволившим сломить советский народ. В авторскую музыку вплечена известная песня «Темная ночь» Никиты Богословского. В спектакле 25 номеров – это и романсы, и танго, и вальсы, ну и, естественно, военная маршевая музыка. Особый акцент на исторической достоверности. Для постановки были закуплены макеты пулеметов ДП-27, винтовки Мосина, шинели, телогрейки и ватники образца 41-го года. Для спектакля изготовлены 115 костюмов, 76 головных уборов, 46 пар обуви, военная форма и гражданская одежда. Вся труппа при подготовке, да, это многочисленные, это и балеты, и хоры, и солисты прониклись этой постановкой. Тем более мы посвящаем 78-й годовщине Великой Победы. Постановка осуществляется при поддержке администрации города Волгограда. Первые показы героической музыкально-драматической фантазии «Два бойца» состоятся 5, 6, 10, 20 мая, а также 22 июня, в День памяти и скорби. Посетить спектакль можно будет и по Пушкинской карте. Инна Емельянова, Рубен Тальский, Время новостей. Еще одна новость. В завершении этого выпуска в Кировском районе распахнул двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 16. Сегодня на обновленной площадке состоялись первые соревнования. Работу нового ФОКа оценил и глава Волгограда Владимир Марченко. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием, секторы для занятия легкой атлетикой и боксом, воркаут-площадкой и четыре беговые дорожки. Все зоны оборудованы специальным травмобезопасным покрытием. О таком стадионе воспитанники спортивной школы номер 16 раньше только мечтали, ведь прежняя площадка представляла собой сплошной асфальт. Комфорт новый юные спортсмены оценили уже сегодня во время соревнований. Награды победителям и призерам вручил глава Волгограда. Владимир Марченко поздравил ребят с победой и заверил, что таких современных удобных спортивных площадок в городе будет еще больше. Состояние нового ФОКа глава города оценил как отличное. Добавим, стадион рассчитан на занятия не только воспитанников спортивной школы, но и всех желающих горожан. Для проведения тренировок в вечернее время многофункциональную площадку оборудовали системой освещения, предусмотренной и места для хранения инвентаря. Уже в 18.10 на нашем канале продолжение военной драмы «Молодая гвардия» по одноименному роману Александра Фадеева. В предыдущей серии Соню, которую Виктор прятал в своем сарае, расстреливают фашисты. И Виктор вместе со школьными друзьями решают для борьбы с карателями организовать свою тайную организацию «Молодую гвардию». Они не знают, что действуют не одни по решению центра, в Краснодон заброшены агенты Любовь Шевцова и артист, которые по вечерам развлекают немцев в кабары. Не пропустите сегодня на МТВ третья и четвертая серии фильма. Не забывайте посещать наши официальные страницы в соцсетях. С подробной лентой новости можно познакомиться на сайте mtv.online, полная коллекция видео на Рутубе. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал в Дзене. На этом пока все. Итоги дня подведем в 20.00. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный, юго-западный. Днем северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем воздух прогреется до 24 градусов. Субтитры подогнал «Симон»!